Итак, друзья, я вас приветствую. Сегодня у нас обзор кухни Leroy Merlin. Проект получился интересный, но очень сложный, скажем так. Сам проект, в принципе, небольшой. Линейная кухня, всего 8 каркасов. Собирай, ставь, устанавливай. Основная проблема. Сейчас расскажу все эти нюансы. Если кому не интересно, перематывайте дальше на обзор. Значит, из нюансов. Из нюансов это у нас помещение. И дело именно не в размерах помещения, а в геометрии стен данного помещения. В общем, чтобы вы понимали, у нас стены от потолка до пола завал стены на 4 сантиметра. Вот по этой стене здесь 3 с копейками. Вот это первая проблема. Вторая проблема полы. То есть они вот так идут. То есть не просто завалены в какой-то одной плоскости, а идут вот волной, плюс вот так волной. И, соответственно, стены точно так же идут. То есть вот так волнами, буграми. И это максимально усложнило процесс установки. Вот так как кухню необходимо, как ни крути, кухню необходимо устанавливать максимально по уровню. То есть максимум, чтобы по горизонтали, по вертикали, везде были уровни. Вот если не соблюдать уровни установки шкафов, то далее возникают проблемы с навеской фасадов, с техникой и так далее и тому подобное. Будут кривые, косые, не хватит никакой регулировки и так далее. Погрешности всегда есть. В этом проекте тоже не обошлось без погрешностей. Но учитывая, опять же повторюсь, то помещение, в котором пришлось работать, то получилось довольно-таки все неплохо. И вот эту кухню я устанавливал 3 дня. Вот сегодня у нас третий день. Время уже по 6 часов вечера практически. Но из плюсов могу отметить, что заказ территориальный мне очень удобен. На моем районе, через дорогу буквально, вот этот адрес. А так, сейчас пойдем покажу вам целиком кухню, как это все дело выглядит. Кухня у нас, фасады Оксфорд. Они мне уже второй раз попадались, но на эту кухоньку я обзор не снимал. У меня микрофон там чуть сломался. В принципе, у меня сейчас сломался. Я попробую свести звук, если получится, чтобы был качественный звук на видео. Фасады Оксфорд, столешница у нас Эйгер, стеновая панель Эйгер. В общем, ну выглядит кухонька очень даже прикольно получилась. Интересная компоновка. Два пенала, пожалуйста. И вот здесь у нас кухня, рабочая зона даже присутствует. Здесь 60 сантиметров. Там у нас 45 сантиметров. То есть даже место для готовки имеется. Пойдем отсюда. Здесь у нас пенал. В пенале у нас встроен холодильник. Кстати, еще один огромный плюс данного проекта, что у нас вся техника классная. Липхер, холодос. Техника все бош. В общем, к технике вопросов нет. Друзья, одно удовольствие. Честно скажу, одно удовольствие установить такую технику. Холодильник нашли обычно из 178 по высоте. Соответственно, для холодильника есть решетка вентиляционная сверху. Плюс там у меня панели не до конца. И у нас вот там вытяжное отверстие. Я сейчас еще за него расскажу. То есть у нас воздух там спокойно циркулирует. И сюда выходит, если нужно. Но скорее он здесь затягивается. И там проходит. И уже выходит вентиляция. Потому что панель вот эта, она у меня не до конца там остается. В общем, фотки в телеграме и видео можете посмотреть. Я немножко процесса снимал. И, естественно, внизу у нас тоже имеется решетка вентиляционная. Дальше идем. Здесь у нас посудомоечная машина. Вот, Бош. Тоже все, вопросов нет. Это, кстати, тоже был один из нюансов данного проекта. Что у нас видим, где мойка и посудомойка. То есть у нас техника очень далеко разнесена. Это, конечно, неправильное. Я не считаю это правильным. И у нас получается, что коммуникации нужно удлинять. То есть все удлинения, все соединения сделать здесь, в районе духовки. Чтобы, если что, можно было снять соколь и там их обслужить. И поглядывать за ними, скажем так. Да, если вода потечет, сразу здесь. Вот, сейчас там дальше еще посмотрим. Далее у нас здесь также для симметрии 45-й модуль. Просто дверь, полочки. Вот, у нас очень интересные ручки в виде вилок, в виде ножиков и в виде ложечек. Вот так. Далее сюда, соседний шкаф, у нас здесь вытяжка. Вытяжка также Bosch. И подсветка у нас сегодня интегрированная. То есть все в лучших традициях, скажем так. Вытяжка подключена 125-й трубой. Здесь у нас эта вся конструкция вытаскивается. Или напилки полетели. Конструкция вытаскивается. При необходимости можно там все обслуживать. Фасады у нас эти на подъемниках. Это подъемники от саммита. Вот, блок управления вытяжкой, подсветкой, блок питания. Вытяжка у нас подключена к вентиляции. Там у нас окно. И плюс в этом же районе у нас здесь есть обратный клапан. То есть вытяжка выключена, клапан открыт. Идет естественная вентиляция. Вытяжка включается, клапан у нас закрывается. И пошла вытяжка уже у нас в вентиляцию. Я уже про обратный клапан и тоже показывал. И на ютубе у меня есть. И в телеграме показывал. И в этом месте тоже есть. Ой, здесь забыл. Так, далее. Здесь у нас уже двойной подъемник. Это тоже турецкий саммит. Мультимеч, по-моему, называется. Или мультимех. В общем, не знаю, как правильно. Но тоже, в принципе, неплохой. Неплохой подъемничек. Нормально работает. Вот здесь вот, что-то я вот здесь уже взялся. Не там. И что-то уже сбились настройки его. Вот как так это работает, смотрите. Просто взялся за эту ручку. Может быть, у меня просто там выскочила петля, наверное. Да. В общем, сейчас все это дело поправлю и зазор ушел. В общем, странные механизмы, конечно. Чуть-чуть. Ладно, сейчас посмотрю его. Так, далее. У нас идет 45-й модуль. Сушка для посуды. В общем, все как обычно. И все это дело над мойкой. Да, мойка у нас смещена максимально вправо к пеналу. Потому что больше вариантов других нет. Я ее и так старался вот туда подальше убрать. Ну, вот 45-й модуль. В него сложно найти нормальные мойки. Соответственно, да еще чтобы тут место оставалось. Под мойкой у нас был Владимир. Он нам немножко подготовил коммуникации. Вот с канализацией там, конечно, не все так хорошо. Ну, тоже покажу. Но в итоге получилось все неплохо. Смотрите, у нас есть икеевский сифон. У нас есть фильтр для очистки воды. Есть поддончик, человек где-то выкупил, отдельно заказал. И вот такое умное ведро, которое сегодня тоже чуть-чуть умнее меня оказалось. Не с первого раза получилось установить. В общем, закрываем. Там крышка закрывается. В общем, красота. И здесь у нас как бы не сильно красиво все это дело. Ну, показать же надо. У нас вот этот короб. Там у нас проходит стояк, все коммуникации. В общем, все там. И канализация у нас... Я сейчас прямо вот так сделаю. Покажу. Канализация и все у нас эти штуки сделаны вот так. То есть вот сюда я подключил сливы, переливы. Как обычно, к счетчикам доступ есть. То есть показания снять можно, не проблема. При необходимости канализацию тоже можно демонтировать. Но тут вариантов других нет. Видите, друзья, чугун и все, никуда не повернешь, не развернешь. Вот эту штуку по просьбе заказчика я здесь слепил. Вот на магнитиках, чтобы уже было туда заглядывать. Вот и что-нибудь там обслуживать. Так, сейчас пообратно полочку. Оба есть на месте. Все, и здесь еще одна сушка, потому что 45-я маленькая, тоже попросили сюда ее установить. Вот, ну и везде доборы, панели, 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 панели. В общем, панели, друзья, у нас было 8 штук. 8 панелей 214 на 58. Вот, из них 6 штук ушло. То есть 2 осталось. Вот, представьте, на такую маленькую кухню 6 панелей целых ушло. Так, здесь у нас есть стиральная машина. Стиралка Bosch. Тоже вопросов к установке нет, но стиралка как бы старенькая, скажем так. Ее заказчик говорит лет 10 уже. Вот, и они еще делали вот этот выступ, сильно торчащий вперед. Здесь пришлось так цоколь поворачивать, то есть углами выводить все это дело. И, соответственно, с этой стороны точно так же. Вот, ну, вроде все получилось. Все проверено, естественно, все подключено. Все функционирует. Стиралочка клевая вообще. Ну, вот, в плане установки вообще, друзья, я говорю, вот одно удовольствие. Здесь все жестко, ничего не болтается, не шатает. Попробуйте так вот какую-нибудь там визгалфу или медею здесь поделать. Она тут мнется так, что она под нагрузкой фасада уже проминается. Здесь прям все четненько. Регулировка клевая. Здесь прям по переду есть две крутилки, которые регулируют задние ноги по отдельности. Левую, правую. В общем, просто, говорю, установить одно удовольствие. Так, еще из интересного у нас в этом проекте, это вот эта тема с ящиком над варочной панелью. Я знаю, что многие хотят это сделать. Но здесь есть очень много «но». Во-первых, смотрите, фасад упиленный, он был 17-й фасад. Я его упилил до 12,5. Вот, и он, скорее всего, так и останется. Мы упилили в случае того, чтобы заказчик купил 12,5 фасад и поставил сюда его. Но я больше чем уверен, что он здесь и останется. Остаток фасада у меня пошел сюда вниз для доборчика. То есть, закрыть здесь добор и как бы продолжение вот этой всей, скажем так, истории. Что у нас здесь? Здесь у нас есть ящик саммит. Вот так вот он выглядит. И обратите внимание, сколько здесь места. Видите, здесь его практически нет. Чтобы вы понимали, даже бамбуковый лоток, который здесь чуть-чуть выпирает, он уже все не прокатывает. Он цепляет отцаргу. И еще самый главный плюс, почему у нас все это прокатило, что варочная панель, она не толще, чем тело самой столешницы. Вот, если вы будете покупать какой-нибудь Визгауф, Медея, Манфилд, у которых даже клеммная коробка там сзади будет торчать, все, ящик не прокатит. Поэтому, если вы хотите вот такую историю с выдвижным механизмом над духовкой, только тонкие варочные панели, чтобы там ничего лишнего не торчало, еще раз покажу, сколько здесь места. Места здесь нету, здесь даже палец не проглазит. Все. Вот, я имею в виду между царгами, между столешницей, это два сантиметра там, по-моему, есть. Вот, а так все прокатило, все установилось, и духовка бош, как бы, ну, здесь вопросов нет. Вот, и, кстати, еще один момент по поводу завала стен. Значит, мы столкнулись с проблемой, что у нас, видим, у нас есть привязка. У нас есть пенал и есть напольный ряд, есть шкафы. То есть, эта вся конструкция друг к другу привязана. Соответственно, у нас пенал вверху упирается в стену, здесь у нас образуется трехсантиметровый зазор. Соответственно, напольный весь ряд также отодвигается, а стены на этих три сантиметра. Вот, чтобы у нас вот здесь, вот, видите, все было в плоскости. Итак, что мы дальше начали думать? Как закрыть эти дырки все? Соответственно, было принято первое решение, это сдвигаем туда столешницу. Да, у нас нахлест, как бы, не штатный, но он есть, то есть фасады мы сверху не видим, видим только ручки. Кстати, с этим нахлестом мне даже еще больше нравится. Далее, мы избавились от того зазора, в принципе, можно было, практически можно было ставить стеновую панель, у нас здесь было все окей, там все равно была дырка, стеновая 6 миллиметров, там чуть не перекрывала, именно по столешнице. По бокам у нас не было вообще никаких перекрытий, то есть, там, ну, повторюсь, по 3 сантиметра были зазоры. Я не знаю, если в телеге, да, я там, думаю, видно, наверное, будет. Вот, значит, мысль пришла просто мгновенно, ну, точнее, я предложил фартук, созвонился с Димой, Дима говорит, в принципе, можно гипсокартоном сначала выровнять, а потом сверху плитку. Вот, потом мы подумали и решили быстренько организовать фанеру, 22 миллиметра фанера прифигачена к стене, и к фанере уже сделана стеновая панель. Естественно, без бортиков, сейчас поближе покажу, все силикончиком пройдено, все здесь, здесь, везде, все пройдено силиконом. И, соответственно, я уже по факту пилил стеновую панель, вот, чтобы, этот, ну, туда, в общем, она мне между столешницей и каркасом, то есть за каркас я ее не заводил, потому что там я еле выставил эти напольные шкафы навесные, чтобы они все стояли как положено, поэтому уже я решил с этим делом не заморачиваться, попилил стеновую. В общем, проект получился, ну, скажем так, интересный, да, ну, конечно, были здесь много нюансов, друзья, много, очень много нюансов по поводу вот этих всех моментов, когда кухня привязывается к кривым стенам, это хуже не придумаешь установку. Вот, поэтому, какой можно сделать вывод, подготавливайте помещение, старайтесь это делать, подготавливать, и если ваши будут кривые помещения, то, понимаете, и мебель будет кривая. Вот, что касаемо стоимости кухни, я, к сожалению, не знаю, вот, да и, в принципе, неинтересно даже, вот, ну, кухня стоит, если где-то узнаю, в общем, я эту цифру напишу, а хотя, подождите, у меня вот чек есть, ну, там, скорее всего, столешницы не будет в этом чеке. Так, ну, вот есть сумма заказа 163 тысячи, ну, и плюс еще столехи, а столехи, кстати, вообще не дешевые, здесь эгеры, столеха, стеновая, там, вроде заказчик говорит, что-то в районе 30 тысяч, ну, столеха клевая, прям, мне очень понравилось. По сборке у нас получается, ну, я назову общую сумму, у нас получается 53 800, вот, всего 12 каркасов, сборка этих 12 каркасов 12 тысяч, остальное погнали у нас, панели, у нас все панели, все, чтобы вы понимали, из этих 6 панелей я ни одну не установил штатно, то есть я ни одну не достал с коробки, не поставил, как она должна устанавливаться, либо это был у пил панели, либо это был под пил панели, подгон панели и так далее, вот, поэтому, соответственно, сумма и набегает, там, доборы, панели, столешницы, стеновые, фанеры, подсветка интегрированная, холодильник, посудомойка, вытяжка плюс подключение к вентиляции с обратным клапаном, варочная панель, духовка, фасад вот этот упиливался, хотя вот за вот эту переделку, да, как бы, я не знаю, как считать, ну, я просто посчитал, вот, я фасад упилил и все, хотя там тоже пришлось духовку, я там раза четыре вытаскивал, потому что я поставил полку, смотрю, можно чуть повыше поднять к этому фасадику, еще там подложечки, уголочки, всякую тут фигню, как обычно, стиральная машина, мойка, фильтр, упил шкаф вот этого чемодана, ну, там, рейлинги, ведро мусорное, так уже там по мелочи посчитал, в общем, общее получилось 53 800, плюс расходники, там, я не помню, сколько он тоже там, что-то тысячи четыре или пять я набрал расходников, так, в общем, друзья, как обычно, жду ваших комментариев по поводу кухни, что скажете, ну, мне нравится, в общем, получилось классно, сочетание все так клевое, были бы здесь стены ровные, было бы вообще просто офигенно, вот, а так я вам сейчас примерно даже покажу, по стенам, увидите, не увидите, а, кстати, вот, видите, еще забыл сказать стыки стеновых панелей по просьбе заказчика, видите, мы их снизу делали, то есть я от больших панелей отпилил кусочки, и вот здесь, и вот там, также у нас стыки все по низу были сделаны, ну, то есть все по просьбе заказчика, 8 панелей было, 58 на 214, то есть таких вот здоровых длинных, и все пришлось пилить, пополам там видно, вот, цоколь все уже стоит в полу, уперся, здесь у нас яма, здесь он опять упирается, вот, и здесь у нас то же самое, ну, здесь прям вот видите, как видно явно, там упирается, там дырка, здесь у нас вот так, в общем, ну, это, друзья, я говорю, видео просто сильно не передает всего этого прикола, который у меня здесь был, ну, 3 дня, ребят, я вроде стараюсь, как бы, немедленно работать, никуда сильно не тороплюсь, конечно, но стараюсь работать уже на автомате, какие-то вещи ты знаешь, как делать, заранее делаешь, вот, ну, ушло столько, столько времени, ну, самое главное, самое главное, чтобы заказчик был доволен, вот, а так, вроде бы как, заказчик здесь присутствует, и пока что, человеку все нравится, в общем, сейчас я порегулирую фасад этот, блин, не знаю, что с ним случилось, что куда ушло, за эту ручку потянул, и все, и не шло, непонятно, может, где-то у нас, вроде все зафиксировано, в общем, ладно, сейчас разберемся с этим механизмом, и поправлю, и на этом все, в общем, все, друзья, как обычно подписываемся, ставим лайки, комментарии, и так далее, кстати, еще тоже будет просьба, друзья, у меня в описании под видео всегда есть ссылки на мои другие соцсети, это инста, есть, и рутюб, вконтакте, и дзин, по-моему, есть, поэтому тоже туда, пожалуйста, переходите, подписывайтесь, потому что люди уже пишут, что YouTube хреново работает, вот, поэтому как-то так, все, друзья, всем пока! Я скоро вернусь, ты меня ждешь, и, я сейчас уже не знаю, Субтитры подогнал «Симон»